Да, доброго дня, уважаемые друзья, уважаемая Украина, уважаемые воины, бойцы по братьями АТО. Вот такая правда. Расскажу вам, я обратился к вам, воин АТО. Вот посвящение. Инвалид войны. Крупич Петро Федорович, Омельской области, Евссалинского района, село Забовотя. Уважаемый президент, у меня к вам есть такая просьба. Я неодноразово обращался до вас в силящие органы и нигде никакой правды. Если у вас такая вся правда везде, если вы так зашевелили Украину и свои подчиненные, так я вас прошу, пожалуйста, зашевелить Оровенскую область полностью, которую кричит народный депутат Мьярик Виктор Нечипирович Сарминского района, из которого сделал ватажка банды Марина Михайловича Михайловича ОТГ села Березово, а также заместителя ОТГ села Березово доктора Ярославича Валеру, который работает с семейным лекарем в селе Березово, который сделал вместе с ватажком банды на меня неодноразово с холодным оружием, за мою правду, за выборы, какие я ищу против них, за то, что подробили голоса, робили нападения, вызывал полицию, никто не выехал. На каком основании? Разбереться. Наведеть парадок везде. Уважаемый Зеленский, есть просьба до вас, что тут отворится? Куда гроши из ОТГ идут? Куда Марина Михайловича, где в Березовском ОТГ, гроши все выделены государством? За что он купил себе две квартиры? За что стали его все родичи богатые? На каком основании женька получает его премии по 100 тысяч? Он по 100 тысяч получает. На каком основании? Его две сестерни дома стоят. И где этот генератор, который давали на ОТГ? Нету ничего. На каком основании он положил себе дорогу на пай? На каком основании срабил он дорогу за наши гроши в ОТГ? Где эта правда? Зеленский, товарищ, разберись, если ты за правду. Перед тобой стоит воин или сидит, извини за выражение, но я тебя не боюсь. Помру я, вернутся другие. Запомни эти слова. Не ты, слуга народа. Ты в нас слуга народа, а не мы твои слуга народа. И что мы захочем, то мы будем делать. И не забывай. Ляжу я, придусь в другие. Война закончится, вернутся. Пацаны, за это все разберутся же. И я хочу, на основании чего я веду до того, потому что нема где лечиться, нема где рожать. Куда вы хотите всю нацию уничтожить или что? Где рожать, если народный депутат меняли крылья, все. Я обращался, куда хочешь, до Ковеля. Ковель меня нафиг послал. Написали, блин, эту Ровенскую область. Голова нафиг посылает войну, а то инвалида войны, да? В Ровенской области это мафия. Такая мафия, что не можно никуда вырубить. Потому что мияли всем кре. Из больницы, из роддома разогнали, прогнали всех. Доктору продали всю кровать, продали всю аппаратуру японскую. Где она поделялась? Куда? Запомнить эти слова. Дальше уже нема куда. Лечиться, иди нам. Рожать где? Село Березово, Сарминского района. С евроремонтом больница. Самым лучшим, 12 сел. Самая сильнейшая ОТГ. Ни факт. Ни пошты. Ни от дома. Ни больницы. Потому что там, миялик, народный депутат, зробил в своем ваташку банды, Мариничу Миколу Михайловичу, офиса ОТГ. Потому что он, где его селищная рада была там мала, по документам, коврит, да, в Ровенской администрации. И мне ответ, что там проводится ремонт. Где там ремонт? Приедьте, проверьте, какие там ремонт. Селищная рада бардак зробили. С роддома, с больницы, по наси рады. Офиса зробили. Плюнули на людей все. Да? А так же самым, подниметь все документы, на каком основании он зробил тротуара. Кто ему зробил по документам. Кого он вызывал, каких профессионалов. ПТУшников набрал. Сколько грошей отмел? Где асфальт? Где гроши отмел? Незаконно субсидии дает своим. Кого техников, кого все есть. Кто за им делится 50 на 50? Наличку платит. Потому что он я, решу я, народный депутат, уважаемый Зеленский, просьба. Если ваши там подчиненные таким занимаются коррупцией, так тут народный депутат больше грошей отмел в этом районе, чем ваши там заместители. Поднимите ОТГ, проверьте всю информацию, документы, каждого по списку. Поднимите на эти субсидии. Поднимите всех родичей, как пораживались. За что голова ОТГ покупал, разбогател, дома сработал, с евроремонтом. Джипа пригнал 350-го. Ничего себе, прямо с Америки, с Ростоможка. Вот это да. Вот это голова ОТГ. Стал. Не успев стать, все, миллионером стал. Не можно ничего доказать. А так же сам, народный депутат, не то, что командует областью, даже и полиция поделала руководством, яка рубила нападение, Рокитновским районом. Сейчас Сарновский район, Асьмета Рокитнов, який подкомандую Федоровича Богдана, когда он был в доме, давал указ, сделали нападение на дом. 10 часов вечера побили окна, ворвалися в дом с холодным оружием, заставляли подписывать ложные документы, что ты написал ложные документы, потому что такого не было. Я сказал, я такого не буду писать, напишешь, что тебе не Марьинич Микола Михайлович, не доктор Ярославич, никто на тебя не нападал, напишешь ложные показания, и ты будешь жить. Если не напишешь, мы тебя уберем, никто тебя и не найдет. И этим всем командовал Федорович Богдан, Смета Рокитнов, Сарновской полиции, яким я написал заяву, я не мог доказать, потому что миялик этим всем крие. На каком основании, где эта правда, уважаемый Зеленский, где эта полиция, за что разбивается, пьяного злови, 200 долларов взял и поехав, разбився, все, на аварию не приезжают, списали на пьянку. Так с полицией разберется, и их туда напередок. Что они пораживаются, в кресла посадить, воины, герои, что последних коллег забирают в армию, а вот это бидло, блядь, сидит в остановке, где кожа, уважаемый президент, ответим, наклав погоны, блядь, и он доказывает, герой дубинку взял, пугая, блядь, теру. На каком основании это все творится в этой Роменской области, в Саранском районе? Людей въяжут, блядь, похотать. Где этот закон? Или вам все позволено Конституции переступить? Такого никто не имел. Объяснить, где так и написано в законе? Потому что тут выходит народный депутат, меняли больше команды и президента. Закребольницу роддома. Это позор Украине. Президент не может разобраться. Областный, областный повель, крее все, ложью занимается, потому что, мне ли, гроши дал. Ей здесь снимают границу, выкидают в Фейсбук, куда хочешь. Вот кто предатели. Я надеюсь на вашу справедливость и надеюсь, что вы сюда приедете. И я дожидаю вас в Роменской области, в Саранском районе, село Березово ОТГ. За нашу справедливость поставьте, поставьте на место дом, родом людям, где лечиться. А так же само мне. Ехать за 300 километров, лечиться, везде больницы заваленные. Потому что, Мария, ничего, ты захотел в офис, король, пуп земли, бабки все отмил. А ничего для ОТГ не сделал. Я жду вас в гостях.